Чем дальше от нас события и судьбы участников Великой Отечественной войны, тем значимее становится любой артефакт, связанный с той героической эпохой. Уникальную коллекцию документов о партизанском движении и деятельности подпольщиков представили широкая аудитория в Национальном архиве. Золотым фондом военной истории ознакомился наш корреспондент Максим Слиш. В 1944 году по инициативе начальника Центрального штаба партизанского движения Пантелеймона Пономаренко было принято решение о сборе всех партизанских документов в одном месте. Таким образом сформировался уникальный фонд материалов о народном сопротивлении, который сегодня хранится в Национальном архиве. Самое интересное и загадочное место в архиве – это хранилище. Здесь установлено специальное оборудование, которое круглый год поддерживает постоянную температуру плюс 18 градусов, а также полностью отсутствует пыль. Чисто. Здесь документы без срочного срока хранения. То есть сколько будет существовать наше государство, столько будут существовать эти документы. Потому что они в единственном экземпляре, копийных материалов здесь нету, это оригиналы. И многие документы создавались в 41-м году, в 42-м, в 43-м, естественно, в 44-м годах. И, конечно, потеря какого-то документа – это безвозвратная потеря. Наградной лист героя Советского Союза Марата Казея, личное дело Петра Машерова. Подробные карты местности и минных полей. Трофейные немецкие списки старост деревень и полицаев. Каждый из почти миллиона документов фонда – отдельная история со своими героями и судьбами, прошлым и настоящим. Люди приходят в архив, чтобы, может быть, по маленьким крупицам найти отголоски того, что моя бабушка, например, была связной или просто пекла хлеб, может быть, в каком-то донесении, может быть, в каком-то записочке какого-то партизана или командира будет оговорка о том, что сходить к Марии Ивановне в село такое-то, забрать у нее хлеб или забрать у нее чистые постерянные рубашки для партизан. Благодаря архивным документам удалось найти информацию о десятках тысяч людей, чьи судьбы поглотила война. Белорусским специалистам удалось создать единственную на постсоветском пространстве картотеку, в которой хранятся сведения о тех, кто воевал в тылу врага. Данная картотека, она в своем роде уникальна. Она состоит примерно из 370 тысяч карточек. Это участники партизанского движения, подпольные деятельности, списки мирных жителей. И жители семейных лагерей, которые создавались при партизанских отрядах. Раритеты партизанских коллекций в последнее время все чаще вызывают интерес не только среди ученых. На базе национального архива проходят занятия с офицерами белорусской армии. Дух военной истории гости в прямом смысле ощущают на себе. Один из примеров наглядной агитации, в данном случае, партизанской бригады имени Котовска. Это уникальные такие газеты, боевые листки, которые мы редко даже выдаем в читальный зал, потому что они в единственном экземпляре. И, безусловно, представляют огромную ценность для исследователей, потому что они таким образом зрительно, смотрибельно, что ли, если так можно сказать, отражают историю партизанской жизни. С каждым годом у исследователей и тех, для кого Великая Отечественная, не просто набор сухих дат 70-летней давности, появляется все больше возможностей приблизиться к реалиям войны. Через судьбы и воспоминания, через Золотой фонд Национального архива.